Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этой недели. И вот чем особенно запомнились уходящие дни. Финишная прямая дороги на стадион. На улице Арены 2018 укатывают верхний слой асфальта и ставят фонари. Асфальт на площади Куйбышева к испытаниям бронетехникой готов. Власти и общественники убедились, к параду памяти будет все готово. Трамваи исполненных желаний. Трехсекционные машины в Самаре сдали свой первый экзамен. Какую отметку им поставили? Строительство улицы Арены 2018 выходит на финишную прямую. На дороге к центральному стадиону начинается укладка верхнего слоя асфальта, установка фонарей и обустройство пешеходных переходов. Согласно проекту, это будут 2,5 километра, оборудованные по современным стандартам так, чтобы в дни матчей мирового футбольного первенства до места действия могли добраться десятки тысяч зрителей. Олег Зверев узнал, когда по новой дороге можно будет проехать на машине. Сегодня здесь все готово для нанесения верхнего слоя асфальта. А уже 30 ноября по улице Арена 2018 пойдут первые машины. Еще через полгода это будет основная дорога к месту проведения международного футбольного турнира. Строительство началось в мае 2016 года. Перед тем, как приступить к работе, потребовалось расчистить путь. Одним из препятствий на пути строителей было озеро. Его пришлось частично засыпать. Зато по окончании всех работ водоем очистят, укрепят и благоустроят территорию вокруг так, чтобы он стал достопримечательностью этой улицы. В итоге город получит самую современную дорогу. Улица Арена 2018 соединит Демократическую и Волжское шоссе и примыкает к дальней с выходом на Московское шоссе. Улица по две полосы в каждом направлении. Проезжую часть разделяет шестиметровые полоса, на которые разместится часть инженерных сетей и линий наружного освещения. Тротуар шириной 9 метров и подземные переходы предусмотрены для пропуска в условиях пиковой активности до 12 тысяч пешеходов в час. Именно такой поток зрителей ожидается в дни проведения Игр-чемпионата. А сегодня объект уже в высокой стадии готовности. Выполнены практически земляные работы на 100%. По устройству посетевающего песчаного основания процентов 90%. Это у нас осталось соединиться с улицей Демократической. Готовимся к укладке верхнего слоя, допустим. Завтра мы начинаем ее укладку. Контроль качества проводится в современной лаборатории, которая работает на месте. Подрядчик обещает, что без ремонта эта дорога простоит как минимум 10 лет. Вдоль всей улицы предусмотрены 6 автобусных остановок, центральной из которых будет стадион Самара-Арена. Олег Зверев, Константин Головин. События. Площадь Куйбышева уже готовят к параду памяти. К 7 ноября все работы должны быть сделаны. Сейчас капитальный ремонт идет в штатном режиме, под контролем власти и общественности. Начался самый важный этап – контроль качества верхнего слоя асфальтового покрытия. Как не навредить при взятии проб, узнал Олег Зверев. Сегодня на площади Куйбышева укладывают верхний слой асфальта, а уже 7 ноября новое покрытие испытает тяжелая бронетехника. Парад памяти состоится точно в срок. К этому времени все работы должны быть сделаны. Сегодня качество исполнения оценили представители власти и общественности. Впечатление самое положительное. Видим, что площадь преображается. Работы идут в соответствии с установленными сроками. Владимир Андреевич Василенко пообещал, что на 50 лет вперед эта площадь больше не будет нуждаться в ремонте. Покрытие ровное. Претензий никаких на этой стадии нет. Капитальный ремонт площади Куйбышева проводится в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сейчас работы выполнены на 70%. Внимание к объекту особое. Здесь проходят важные государственные мероприятия. А во время проведения чемпионата мира по футболу на площади будет фан-зона для гостей Мундиале. Важно сохранить площадь на многие годы вперед, а потому особо актуален вопрос контроля качества. Прозвучало предложение делать керны по линии разметки. Придут проверять. Вы все прекрасно понимаете, когда делают керны и как на дорогах они вызывают изжогу. Кто их должен заделать? Керны. Давайте мы их сделаем. Вот там, где будет разметка, пусть берут. Чтобы потом мы пошли термопластиком и хотя бы эти вот керны заделали так. Часто, к сожалению, в городе так получается специальные службы или надзорные, или контролирующие органы проводят свою работу. И после мы видим, и на общеградских дорогах, и внутриквартальных дорогах остаются вот эти вот следы. И то, что сегодня вот это прозвучало деловое предложение, я думаю, надо взять его за основу. Параллельно с ремонтом покрытия идет благоустройство скверов и прилегающих территорий. Восстановлены металлические ограждения и кирпичные столбы. На месте старых аварийных тополей посадили молодые ели. Планируется, что в общей сложности площадь украсит 375 деревьев ценных пород. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. В парке «Пятидесятилетие октября» продолжается большой ремонт. Его первый этап почти завершен. Работы здесь начались еще в августе по поручению губернатора Николая Меркушкина. Что уже сделано в парке, проверила комиссия из городской администрации. Есть ли нарекания к подрядчику, расскажет Лариса Шалафаст. В парке «Пятидесятилетие октября» ремонт в самом разгаре. Рабочие одновременно трудятся на всех 20 объектах, которые запланировано обновить. Уже практически завершили ремонт игрового городка. Возводят танцевальную площадку со сценой. Обновляют покрытие пешеходных и велосипедных дорожек. На территории парка будет три вида покрытия. Во-первых, это плиточное, тротуарное. На входных группах в трех местах, которые будут подвержены ремонту. Вокруг озера будет два вида тротуарных дорожек. Одна из них в плитке, вторая – велосипедное асфальтовое покрытие с применением цветного пигмента. Особое внимание главному украшению парка – озеру. Пока идет ремонт, на водоеме осталась только часть обитателей. Хоть уровень воды сейчас намного ниже обычного, это ничуть не смущает ни рыбаков, ни уток. А вот лебеди временно переселились в парк Гагарина. Но обязательно вернутся сюда позже. В порядок приводит и фонтан «Царевна-лебедь». Сейчас специалисты снимают старые слои краски. Затем на чистый металл нанесут светолюминесцентное покрытие. Продолжается и очистка дна озера от мусора. Чего только не находили водолазы, начиная от пластиковых и стеклянных бутылок до деревянных дверей и фрагментов плит. В целом строители в график укладываются. На сегодняшний день мы принимаем работы по первому этапу. Нареканий нет. Все идет в графике. Все работы выполняются согласно технологическому заданию. Завершить первый этап ремонта парка планируют до конца октября. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. Ревизию прошли. Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан проверил, как идет ремонт знаковых объектов по федеральной программе формирования комфортной городской среды. По проекту в этом году приводят в порядок 196 дворов и такие визитные карточки города, как Струковский сад, четвертую очередь набережной и площадь Куйбышева. Олеся Корецкая на месте узнала подробности. Визитная карточка Самары, площадь Куйбышева. Капитальный ремонт выполнен на 70%. Уже укладывают верхний слой асфальта. Активная работа ведется на всей площади и в скверах. Меняется ограждение, обустраивается газон. Ремонт идет по федеральной программе, которую утвердил президент России и поручил следить за исполнением во всех округах. Есть поручение полпреда президента в Приволжском федеральном округе, который определил задачу, чтобы все средства, которые были выделены на проект в комфортная городская среда, были выделены по назначению, исключительно по целевому назначению. Одно из главных условий федеральной программы по благоустройству – активная совместная работа с жителями. Они решают, что именно нужно сделать и контролируют работы на всех этапах. Нам представили сметы, проекты, рассказали, какой объем работы здесь предстоит сделать. Вместе с представителями гор Зеленых возобошли каждый скверик. В этом году в Самаре по программе «Комфортная городская среда» отремонтируют 196 дворов и несколько крупных общественных зон. В Струковском саду сейчас укладывают плитку, обустраивают лестничные спуски. Эти ступеньки уже прошли тест-драйв у общественников, которые внесли свои замечания, и работа продолжилась с учетом мнения жителей. Я полагаю, что вам тоже интересно, чтобы работы были выполнены с высоким качеством. Срок, и потом посмотрим на результат. Конечно, мы будем с терпением ждать открытия опять Струковского парка заново, чтобы здесь пройти и могли здесь наши гулять. По дворе улиц Галактионовской и Самарской идет ремонт внутреннего проезда. К чемпионату приводят в порядок и фасад. И только в одном вопросе жители не могут прийти к согласию. Где разместить спортивную площадку, а где должны стоять мусорные контейнеры? В основном все жильцы нашего дома и рядом все возражают только вот этот дом за свою площадку. В этом весь спор. Я так думаю, что мы его решим. Я думаю, что компромисс будет найден. Для решения вопроса федеральный инспектор посоветовал жителям еще раз провести общее собрание с участием главы района, чтобы найти компромисс и успешно завершить ремонт двора по федеральной программе, которая в Самаре выполняется по всем условиям, подытожил Сергей Чабан. Согласование с общественностью есть. Соответственно, не только есть, но и общественность привлекается и участвует в проверке качества выполняемых работ. Вот за это я признателен. Я думаю, что в ближайшее время мы сформируем четкий план и в соответствии с этим планом мы будем проводить работу. Мы стараемся выполнять все те задачи, которые на нас возлагает руководство страны, руководство региона. И сомнений в том, что мы с чем-то не справимся, у нас абсолютно нет. Должен сказать, что губернатор области Николай Меркушкин очень внимательно реагирует на ход ремонта. Мы понимаем ответственность, которая у нас перед горожанами, перед руководством страны. Поэтому никто никого, безусловно, не подведет. Контроль на всех объектах федеральной программы продолжится. Федеральный инспектор поручил проводить еженедельный мониторинг. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Будет тепло. Вне зависимости от прогнозов синоптиков. Коммунальщики обещают. В домах самарцев батареи заработают в срок. По всему городу заканчивается перекладка труб. А в Красноглинском районе, в поселке Управленческой, для жителей шести домов построили свою собственную котельную. Готова ли она к отопительному сезону, проверил первый замглавы Владимир Василенко. В коммунальный рейд отправилась и Мариана Мирная. Как и положено, на новое место первым запускают кота. Котельная в поселке Управленческий полностью готова к работе. Остались технические вопросы, смена зонирования и подготовка исполнительной документации. Ну, я еще раз говорю, это чисто технические вопросы. Пробный пуск газа на сухую у нас будет на следующей неделе. Значит, вызываем инспектора Ростехнадзора. Я думаю, что, сделав, сделая врезку в газ до 1 октября, в принципе, при объявлении отопительного сезона мы включим. А здесь, на Алматинске, уже четвертый месяц идет перевооружение теплотрассы. 500 метров трубы были изношены. Закончить перекладку должны в ближайшую неделю, после чего участок отдадут под благоустройство. Все старые трубы демонтированы, проложены новые бетонные основания, выстроены новые каналы, прокладываются новые трубы в ППУ-изоляции, срок гарантии у которых производитель дает 50 лет. Как только закончат монтаж труб, их можно будет выводить в эксплуатацию. В целом, в Самаре все участки, которые еще летом вызывали опасения, на сегодняшний день практически готовы, чтобы в каждом самарском доме к началу отопительного сезона было тепло. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Трамваи будущего уже в настоящем. Трехсекционные составы вышли на самарские маршруты. На линии работают 10 вагонов. Каждый вмещает в себя до 300 пассажиров. Новые трамваи оснащены по последнему слову техники. Это отмечают и работники ТТУ, и пассажиры. В один из рейсов отправилась Олеся Корецкая. Большому кораблю большое плавание, а трехсекционному трамваю самые длинные маршруты – первый, пятый и двадцать второй. Они идут через весь город и дают возможность жителям всех районов прокатиться на транспорте в самых комфортных условиях. Просторный новый салон на 300 с лишним пассажиров, современная система отопления и вентиляции, телеэкраны, бесплатный Wi-Fi и система видеонаблюдения. Вагоны низкопольные, оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В кабине водителя максимальный обзор – персональный кондиционер. Елена Найдина водит трамвай 15 лет. Признается, что такого удобного и технологичного еще не видела. А реакция пассажиров бесценна. Как-то они даже еще сначала и непривычные. Заходят и думают, что, куда же мы попали, трамвай ли это вообще? Такой длинный, смотрят. А это трамвай, точно трамвай? Да, это трамвай, это не поезд. Длина нового трамвая почти 28 метров. Чтобы управлять такой большой машиной, водители прошли специальное обучение. Сначала вывели составы на линию ночью, чтобы обкатке не мешало интенсивное движение машин. Теперь вагоны пустили по маршрутам и днем. Трамвай красивый, трамвай большой, трамвай вместительный. Максимально туда может уместиться до 300 пассажиров. У нас таких вагонов раньше не было. Это и предприятие, в том числе экономия, потому что салон сквозной, достаточно одного кондуктора на трамвае. Кондукторы тоже оценили плюсы просторного салона. Говорят, даже в часы пик пассажиры перемещаются без толчаи. Никаких конфликтов. И работаешь с душой, и это вот не ощущается, что такой большой трамвай. Прошел в один конец, потом культурно в другой, и все так слаженно получается. Удобно? Да. А в чем именно удобство? То, что большой, да и места много, и просторнее. Эти же трамваи будут перевозить гостей чемпионата по футболу от железнодорожного вокзала к стадиону. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. В рейс вышли и говорящие трамваи. В Самаре заработала система информирования и ориентирования инвалидов по зрению. 23 маршрут оснастили устройствами, которые сообщают о том, что на остановку прибыл нужный трамвай. Как это работает, услышала Мариана Мирная. Большая петля 23-го трамвая по всему городу собирает пассажиров, среди которых много инвалидов по зрению, активных и деятельных. Добираться до работы раньше было проблематично. Приходилось спрашивать у прохожих номер маршрута. Теперь они могут быть самостоятельными и чувствовать себя гораздо комфортнее. Я очень благодарен, скажем так, всем, к кому я обращался, именно с этой, по крайней мере, проблемой. Они с пониманием к этому относились. Никогда не было никаких препонов. И спасибо вам огромное. Счастливо, от чистого сердца. В марте этого года Анатолий обратился к главе города Олегу Фурсову. Попросил сделать общественный транспорт доступным для слепых пассажиров. И ответ не заставил себя долго ждать. В Самаре появились трамваи со звуковым оповещением маршрута. Польза от них и незрячим, и водителям трамваев, которые частых пассажиров знают в лицо. Они всегда стоят там, где трамвай останавливается первой дверью. В любую погоду. В любую погоду. Нигде не на остановках. Их сразу же видно. И до этого приходилось нам брать микрофон в руки и объявлять. Трамвай следует такому-то маршруту. Так-то, так-то, так-то. А сейчас вот решили поставить автоинформаторы. Пока таких машин всего семь. Это пилотный проект. Но положительных отзывов уже немало. Мы уже пообещали, что в начале года постараемся еще два маршрута сделать. Но если все хорошо пойдет, и отзывы будут такие же хорошие, то мы понимаем, в каком направлении нам двигаться. У нас еще есть и троллейбусы, и автобусы. Этот выходной динамик, который сделан, так скажем, влагозащитным, для того, чтобы внешние факторы, там, дождь и снег, не попадали на эти приборы. По одной из городских программ безбарьерной среде до 2020 года в Самаре оборудуют звуковыми сигналами все светофоры. В начале следующего года еще на двух трамвайных маршрутах, пятом и первом, появятся говорящие динамики. Марьяна Мирная, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. Из «Красной книги» вскоре могут вычеркнуть стерлить. В «Волгу» выпустили 300 особей этой рыбы. Экологическая акция прошла по инициативе активистов Общероссийского народного фронта. Уже через пять лет рыба принесет потомство и может стать легальной добычей рыбаков. Ценные экземпляры «Волгу» выпустила и Алина Чемерис. Рыбка не золотая, но не менее ценная. «Волга» встречает новых обитателей. Стерлить, которую сегодня выпускают в реку, относится к семейству осетровых, занесена в «Красную книгу». В «Волге» она водилась всегда, но сейчас ее популяцию, говорят эксперты, необходимо пополнять. И вот теперь в реке поселились 300 новых жителей. Стерлить называют «рыбой домоседы». Это уже взрослые мальки и адаптированные к жизни. Обитать они будут в радиусе километра, далеко не уплывут. Наша телекомпания тоже решила внести вклад и выпустить в «Волгу» эту рыбку. Экологическая акция «Живая Волга» – инициатива активистов Общероссийского народного фронта. Особи стерлиди предоставили представители бизнеса. У каждой рыбки своеобразный паспорт или сертификат. Прежде чем отпустить в дальнее плавание, ей можно было дать прозвище и все это задокументировать. Сегодня ловить стерлить нельзя по закону, но если ее количество увеличится, запрет может быть снят. Мы пытаемся заселить нашу реку таким образом, что, может быть, наши дети, ну или внуки, надеемся, что дети, чтобы они уже имели возможность, чтобы мы вывели стерлить из «Красной книги», чтобы имели возможность спокойно ее ловить и радоваться жизни именно на берегу Великой реки. Возраст новоселов – примерно два месяца. Их вес от 50 до 200 граммов. Уже через пять лет эти рыбки принесут потомство. По словам экспертов, в «Волге» новым обитателям будет комфортно, зиму перенесут спокойно. Самые сильные особи смогут прожить десятки лет и вырасти больше метра. Когда у нас производится отлов на плавучем рыбозаводе, попадаются особи размерами до 12-15 килограмм. Это максимальный вес, который ловился. Этим особям где-то по 25-27 лет. Акцию «Живая Волга» активист ОНФ планирует проводить регулярно. Следующая партия новых жителей поселится в реке через год. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Победа, которую ждали шесть лет. Футбольные крылесоветов, наконец, победили московский локомотив, который не просто лидер Премьер-лиги, но и действующий обладатель Кубка России. И оттого победа вдвойне ценнее. Матч Кубка России с сумасшедшей развязкой, который войдет в историю самарского футбола, увидел Сергей Кизоркин. Эту победу почти никто не мог предсказать заранее. Даже самые закоренелые оптимисты. Крылесоветов против московского локомотива, лидера Премьер-лиги. Но, видимо, крылышки всерьез были настроены доказать всем скептикам, вылет в прошлом сезоне во второй дивизион это не более чем досадное недоразумение. И уже первый тайм доказал это. 0-0. Что весьма раззадорило соперников. Во второй тайм они вышли серьезно заряженными на победу. Болельщики увидели четыре забитых мяча. Счет открыли крылья. Локомотиву потребовалось полчаса, чтобы сравнять шансы на победу. Спустя три минуты крылья снова вышли вперед. Москвичи ударили по собственным воротам 2-1. На последних секундах локомотив берет все же временный реванш 2-2. Мы старались и это было видно с трибун. Ребята не жалели себя, играли вперед. По возможности, конечно. И, наверное, все-таки, может быть, заслужили эту победу своим огромным желанием. Победу в историческом поединке определили два дополнительных тайма. После третьего гола самарский губернатор, который не пропускает ни одного домашнего матча любимого клуба, был уверен, теперь уже победу крылья советов не отдадут. Сразу после финального свистка рефери Николай Меркушкин поздравляет футболистов в раздевалке. И наша трибуна небольшая, она была очень активной, очень самой активной. Мы последние минуты встали, стоя уже досматривали. Мы очень сильно возмущались, почему он 2 минуты добавил в дополнительное время. Ну, вроде в дополнительное время 2 минуты – это очень много. Ну, минуту, да, можно. Вот. Но все сложилось так, как должно было быть. Должно было быть, да. И выигрывает тот, который кто больше хочет, кто больше трудился и кто лучше умеет. Судья зафиксировал историческую победу крыльев советов над московским локомотивом со счетом 3-2. Этот успех первый за последние 6 лет. Глава региона триумфом команды остался очень доволен. Мы увидели эти 33 минуты не просто там катание мяча, а такую бескомпромиссную борьбу, очень интересную игру. И в эти 33 минуты забили мы, а не локомотив. Для локомотива это было, понятно, очень важно. Они действующие обладатели Кубка страны. Впечатления такие, что складывается очень хорошая команда. Команда, способная играть на самом высоком уровне. Крылья советов я имею. Главный тренер локомотива не ожидал такого звездопада забитых мячей на Металлурге. Он привык побеждать соперников, в том числе и самарский клуб с минимальным счетом 1-0. С победой у вас. Как у вас преобразился Самара? Хорошие дороги стали, стадион не заехали мы еще. Стадион очень хороший. Да? Больше. Субтитры очень лучшие. Соберяйте. Четырех. Кажется, как театр, большой демок. Ну, тем более, надо, чтобы команда выходила. Павел, удачи вам. Спасибо. Давайте раз вас видеть. Вы в полном порядке, скажу. Наверное, делаете зарядку, тренинг. Фенальти, бил. Я говорю, если дело дойдет до фенальти, я могу выйти. После сенсационной победы над московским локомотивом, Крылья советов вышли в 1-8 финала Кубка России. Но почивать на лаврах рано. 25 или 26 октября в Казани самарская команда продолжит борьбу за трофей с Рубином. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Тоже победа, но масштабом поменьше. Команда телеканала «Самара ГИС» выиграла золотые медали областного турнира по мини-гольфу среди журналистов. Свидетелем этого триумфа тоже стал Сергей Кизоркин. Пройти сложную лунку с первого удара для них больше не проблема. Корреспондент Андрей Горгуленко и оператор Константин Головин отправились защищать честь телеканала «Самара ГИС» на турнире по мини-гольфу. У Константина уже есть опыт игры. А вот Андрей первый раз взял в руки клюшку для гольфа. Когда набирали команду, отозвался сразу. Говорит, спортивному журналисту важно попробовать себя в разных видах спорта. Для меня, как для спортивного корреспондента, всегда классно открывать какой-то новый вид спорта. Стараюсь как можно больше попробовать самому. Если ты сам подержал в руках клюшку, бил мяч, и тогда репортажи получаются живее, интереснее. И начинаешь разбираться лучше и понимать спортсменов. Турнир по мини-гольфу среди СМИ Самарской области проходит при поддержке Самарского союза журналистов уже в седьмой раз. Федерации признаются, это один из любимых турниров сезона. В этом году впервые для журналистов открыли сразу все 18 лунок, включая самые сложные. Журналисты – это, как правило, очень креативные, молодые, энергичные, с юмором люди. И самое главное, я не помню ни одного дня, вот за семь лет, которые мы эти турниры проводим, когда была плохая погода. Всегда солнце. В командах, хоть и было разное число участников, в зачет шли только два лучших результата. Борьба завязалась нешуточная. Но точнее других стали гольфисты нашего телеканала, пройдя поле за 137 ударов на двоих и завоевав первое место. Андрей еще индивидуально выступил лучше других. На 18 лунок он потратил всего 56 ударов. Для новичка результат превосходный. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Всегда приятно смотреть новости про себя. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»!